Суббота, друзья мои, мы идем на выставку. Народу в кассе капец, сколько вы, просто трындец. Я бы сказал, в трындеще. Сколько что-то рыбаков-то рассмотрено. Капец. Сколько в очереди вы стоите? Да не, она быстро идет. В минут 20? Идея вообще, конец, очень. В шестом году мы сейчас как раз работаем. Лекарь, не бабай. Прочай, молодец. Светлана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok тоже патрон, кстати, серьезней что-то тяжелая да, да, она такая тяжелая, капец мы можем удивить, как мы делаем она тяжелая, капец о чем такая тяжелая она металлическая, полуторая часть А хорошая китайская компания, у меня катушки их не пыли. Живучие на состоянии меняемости. А у них стенд стоит или они продают? Позвольте, пожалуйста. А, да. Постукиваешь, когда он в руку должен отдавать. Вот это чувствительная спалка. Стенку еще скажем, надо видос снять про них. Пошли искать. Давай сейчас. А покажем мне сейчас. Как называется? Даюй. Даюй джентай. Дай попробую как-то так. Да, вот нас, сравни. Он что-то тяжелый, да? Он тяжелый. Я даже не видел ничего. А это не факт. Уделище производится в Германии. На бланку гарантия 10 лет. Фурнитура и кольца 2 года. У каждого удилища есть паспорт. Регистрируйте, если это гарантийный случай, то сплату не. В любой части. Если не гарантийный случай, то это получается сплату. Значит, мы сейчас на стенде Карп Лидер. И случайно находились названия. Интересно, Карп Лидер, да? Думаешь, вроде бы Карп Лидер какие-то снасти нашли. Здесь приманки интересные. Мегапассы. Типе 300, да? Бандосы у них также здесь присутствуют. Вот. И мы наткнулись на палочку. К сожалению, мы вчера ее не смогли... Ну, мы не видели ее. Поэтому мы ее не вставили в обзор. Палочка от Sportex. Модель Neptune. Если вы правильно поняли, да? Вот здесь призубец, Neptune. Эта палочка сделана в Германии. Производительная, соответственно, немцы. Палочка сделана в Германии. Палочка, кстати, я что-то не могу понять. Она лизает, Сережа, нет? Ммм! А, нет, подожди. Ручка снимается. Ага. Полутора-частник. Прям такой суровый полутора-частник. Да. Причем, да, чистая. Ручка снимается. Вот. Заход, кстати, довольно-таки приличный. И бланк довольно-таки толстый. Бланк довольно-таки толстый. Кольца силовые стоят. Про гарантию вы уже услышали. Качество довольно-таки неплохое. Ну, что это неплохое? Хорошее качество по чуйке, скажем. Но не, конечно, если, допустим, по десятибалльной шкале, где-нибудь, наверное, 8-9-8. Вот. Построй удилища. Ну, даже стенд шевелится, да. То есть, вот, под халками он загнется где-то вот так. Это неудобно. Тоже, как вариант, в принципе, палочка подходит для нашего видоловника. Вот. Под бандосы точно. Возможно, я думаю, и агрессор она потащит. Сто двадцать пятый точно. Ценник у нее, правда, уже там, по-моему, если мы правильно понимаем, 10-760. Мы сейчас еще у менеджера спросим. А можно вас, на секундочку? У нее 10-760, да? Еще раз. А вот ценник данной палочки 10-760. Конечно, кусается, но качество... Германия! Пойдем дальше. Возьмите, судим, для тролля. Семьсот грамм, если скажу, пойдете? Нет. Долгие. Я бы упал туда. Да, семьсот грамм. Палочка, семьсот грамм. Да, семьсот грамм. Да, семьсот грамм. Ну, как говорится, надо. Таких печочек. До этого нуждала такая жесткая палочка, чтобы просечь ее. Видишь, что такое? Внимание! Долгие пустынки! У вас просят дать его как превываемного в комнату, до нашей в 110-7 шок. Но он согнутся, да? Да, получился. Да, получился так. Не предупредите. У меня все обидели. Каждый печочек, где будет я. Ну да, потому что внутри плите. А тез 700 грамм. Семьсот. Но все равно они большеватели, нормально. Я говорю, не по тесту надо выбирать, надо выбирать не по тесту, надо выбирать по струну, смотрим ее, да, палочку берем, смотрим, есть такого палка, допустим, палка 180 грамм, берешь 180 граммовую палку, вот так ее тыкаешь, вот такая же. Вот крокодил, сколько там тестов? Ну там 1, и 300, и 300. Ну 200, и 300, и ты, допустим, берешь на батт, батт, да, наберешь, как сосиска, толкаешься. Вот такие палки, я еще и подпадал. Подарки. Хотим? Конечно. Хотим. Получаем. Вы еще хотели сфотографироваться. Хотели еще два звания по поводу вас отдыха, гребучего. Был там два раза. Да, 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 видите, все это, и вот база отдыха Левады, но по ней информации никакой, кроме, соответственно, инстаграма. А, ну и еще на сайте, вот, у Токи Фишинга есть, вот, с окошкой, где-то мое размышленное-размышленное. Пока у них, да, ничего нет, так из этих двух бастов, я бы очень советую. Значит, Левада находится прямо на берегу реки, прямо на берегу, то есть, в принципе, по сути, вот сейчас мы строим двухэтажный дом, ну, со второго этажа, да, открываешь окно, и там видно прямо речку. Гремучий стоит за лесопосадкой, и идти до берега... 400, да. Это более приличный, короче, чапок. Если, короче, вот, ты идешь, вещи, допустим, всегда делаешь. Собираешь, там, у меня там работают, да, у меня уже за вторую кодку делать уже не хочется. То есть далеко идти. Ну, а там, соответственно, да, у... Значит, самый шикарный берег вообще на этом побережье, когда ездят, это леса рыба. Бывшая, значит, аква, леса рыба, там шикарнейший берег. Но постоянно база забита. Там тоже до домика, какие-то далеко, в палатках жить шикарно. Но, когда, допустим, думал, были танцы в арбусе, да, там плюнуть некуда было просто. То есть, они даже стояли, не то, что вот так ряды стояли, потом еще в лесу там ряды, они даже на берегу, там, что-то ставили, такие-то, где-то, домики на колесах, даже, то есть, как это, три полосы, три линии. Три линии, три линии стояли. Вот, то есть очень польза. Гаймучив, столько народу нет. Там берег тоже есть, более-менее нормальный, но кусочек очень маленький. Наливатель, сильнее течение, каменистый берег или калининный берег, песчаного очень мало, и купаться только на другой стороне нет. Но купаться можно, мы купаемся здесь. Но зато идти никуда не надо, прямо вот целый берег. Да, прям сделал там какие-то там 15 шагов и взял. А чего от базы есть с удачи и места тоже вы считали? Да, и слышал, много чего кричал, рыбокрас слышал, хвалит, с удачи и места хвалят. И много баз хвалят. А не рядышком все находятся? Ну, относительно, да. И песчаный берег тоже там, селитринная база. Селитрон только. Подумали сделать канал Стопом Дивером. А это юмор, конечно, да. Нормально. Германы пересели, грубо говоря, вот сейчас после вас. Потому что ловили с пухалками, напалами и пересели на герман. Вот. Просто груз, джуна и качество это хорошее. Разловили почти всего в годах. Мы напоями там были. Сломал спиннинг. А вы напоями были? Да. Да. Ты тоже спиннинг сломал. Я сломал. А мы там сломали тоже интерцепы. Да, да, да. Там такое течение, блин, с этим отцепом. Мы начали пытаться отцепного отцепить. Мы закинули тоже отцепы. Оторвало отцепы. То есть с рукой почти. Да, да, да. У лодки отцепного течения вообще неимоверно. На пойме мы... Ну, я говорю, там же дорога тут вообще очень сложная. То есть... Ну, а если дождь? Если дождь, то не выедешься. Вот. Я испугался, то есть мое куча идет. Видимо, мы щеманулись. Короче, мы там пробылись уже полтора дня. Понятно. Спасибо вам большое. Да не я за что-то. Отлимаем. Я надеюсь, что вы так скажете там. Они сейчас есть на выставке по 250. Ну, если да. Ну, видишь, уже за суток пошли. Люди приходят, говорят, скидки не дают. Не дают скидки. Отлили. Готовое слово отлили. Да. Кто, я говорю, обещал скидку. Вот. Ну, вот сейчас вроде бы проговорился. Да ладно. И подарки там. Возьмите, это силикон, реально ловят. То есть, я на них говорил. Время не зря будет потрачено. Ну, я думаю, что не установим. Без силикон рабочего. Не рабочего нет. Да, я больше патролю. Я не знаю, что в любительном. Я тоже не знаю. Классная фалка. Это отлично делать. Ну, так не надо. Да, надо попросать. Я ищу какую-то. Да нет. И я вот хотелось бы спросить, вы в основном ловите сутоках. Любите ловите? Да, мне именно интересно. Интересно? А почему? Ну, щуку заодно более агрессивно, более активно. Ее интереснее уваживать. Ну, давай начнем с того, что щуку поймать проще. Да. Ну, согласен. В этом году, в основном, чуку висит. Я просто вот такая думаю. Ну, как сюда близко? Ну, по крайней мере, сколько я ловил именно, вот сюда поплесил. Они раз-два дернулся, потом начинают повисать. Вот смотри, когда раз-два дернулась, раз-два дернулась, он у тебя уже висит. Да. А поплевка, она вот такая. Все. Согласен. Я сначала думал зацеп, потом веду. Нет, ты идешь, короче, у тебя раз по камушкам так. Ты думаешь по камушкам. Ну, только не постоянно, когда по камушкам. Вот. Ну, бывает, допустим, даже с интервалом, скажем, секунд 10, на раз-два дернулась. Ну, возможно, это не лом. Не знаю. Убеждать не буду. Я нерял, посмотрел. Но, следом, допустим, секунд через 10 следует еще. И вдвоем сидим. У одного стук. У второго стук. Ну, в одного может повиснуть. Вот. У трофейного судака 80% я поймал именно на стук. Все. Как на джип. Значит, наверное, тяжело их просечь. Поэтому, наверное. Если поймешь, что ты все делаешь, лучше ловить в 3-4 раза больше. И крупнее рыбничка. И крупнее рыбничка. Причем, например, чуть-чуть запоздала подсечка. Сильные удары. Все равно есть возможность его поймать. Ну, бывает, если крупняк повиснуть, просто глутанул. Вот. И, конечно, будет сильный, как бы... Ну, это не будет удар. У тебя будет, да? Такой провис. Как бы удар называет, да? А щелчки? Щелчки. То есть, вот не знаю, что с ним делать. Е-богу не знаю. Это когда ты сама ложишь такого. Что он с ним делать? Ну, какой-то сложенный сил. Слышь, ты рапам насадет. Там пипец крючок. Ну, нельзя обойти ты его. Да-да-да. Он раз, там, что-то клюнул. Два клюну, промазал. Три клюнул. Три клюнул. Ничего. Как-то его... Причем, он... Он пытается обсался. Он его снимает. С такой пачкой. И здесь то же самое. Вот, что там делает судак, я струдняю сказать. Спортсмену то же самое не скажет. Он прижимает, он там давит. Что он там угодно делает с ним. Не знаю. С приманкой с тем же сам Волгаром. Хотя, многих я пытаюсь. У кого-то переубить, у кого-то нет. То есть говорят, ну, на троллинг он повиснет. Такую приманку он не будет. Почему он будет скучать? Почему-то в него вот так тыкался. А в бой Воблер нет. Наверняка, наверное, даже в большой Воблер ему проще тыкнуться носом, чем, допустим, правильно? Чем в джигаловку. Но он в джигаловку каким попадает. Не селикон. А в джигаловку... Ты прикинь, что такое? И здесь такая же фигня. Вот тебе Воблер в халфу бьет, но сесть у тебя не сядет. Разворачиваться и уходит. У тебя есть какие-то, я сказал, неправильно. Это там две секунды. Неправильно я сказал мне, Сережа, повторял. Доля секунды. Доли секунды. Тюкнем и все. Прямо он просто и подбросил. Он просто чуть-чуть заветрился, ты уже не закажешь, живого нету. Нету. То есть лучше посечь, пусть он будет пустой, да? Кем не посечь, то и ждать. Как, допустим, когда вот, допустим, вот четыре. Когда начинаешь объяснять, они говорят, ты сиди, ты дергай, фиг с ним. Начинаю считать. Ты одного поймаешь, все, уже понимаешь, второго поймаешь. Я раньше так же начинал. Я говорю, а почему к этому так пришел? Я же на самом деле, наверное, один из первых. Хотя много говорят, я тоже спиннинг держу в руке. Ты держишь его как в стакане и все. Ты ждешь, когда он повиснет. Спиннинг загнулся, да, пошли сматывался. Вот Сережа, да, вот, когда мы с ним познакомились, он тоже ладил спиннингом в руке. Но он ладил другому. Другим спиннингом. Другим спиннингом. Абсолютно. Хотя он со мной троллинг. Вот, у меня все передается. Я с ним срастаюсь. Тоже самое, что его ловили. На это я сейчас и буду ловить. А так вот паниши, фурслайны. Фурслайн, кажется, дубиной. Говорят, Илья, зачем ты такая дубина? Ну, дубина. На вид он дубина. Но он звонкая дубина. Все, это джерковые палки. Джерковые палки, они звонкие. А я сейчас его уберу, он мне, знаешь, что говорит. Ну, как-то все-таки не могу понять. Зачем тебе троллинг это палки? Как? Ну, на троллинг его голове. Ну, это же пикерная палка. Троллинг вот стоит. Я говорю, это не мой троллинг. Стаканный троллинг, да, это, ребята. В чем другое? Да, они будут сгинаться, они будут там, они не сломаются. Я поэтому вчера, когда ходил палки смотрел, я боялся спрашивать. Да, покажите мне троллинговые палки. Да, несут вот эти вот, знаешь, какие-то... Несут черти что. Ну, вернее, как, не черти что. Не наши. Морские или просто такие дубины, которые вот они ватные. Которые вяжут, она будет тебе вязать. Вот у лошадки, они вытастили, наверное, хорошая палка. Я не знаю, на бюджет это хорошая, наверное, палка. Но она не мой вариант, это стаканный троллинг. Ну, а люди уже ее раздавили где-то... Про хищник? Хищник, да. Нет, троллинг, хищник. Вот. Но она стаканного троллинга. Она где-то, она будет согнуться, будет вот прямо вот играть. У тебя там, да, вязать его будет, пока ты его... А, вот он, да, сидит. Это так неинтересно. Совершенно он не чувствует же ее. Поэтому ты... Поэтому ты его сам спросил, почему ты любишь ловить у лока? Во-первых, у лока есть. А второе, ему интереснее говорить. Мне интересно вот его опередить. Интересно его поймать. То есть понять. Выследить. Найти 10 минут в день. 10 там, да. Ну, час, скажем, 40 минут. Мы в тябре ездили. Вот реально, понимаешь, вот мы приехали, ну, по сути, там, ну, сам ловил. Ну, опять же, как у них были, там, вот удачные поездки. У них были неудачные. То бахнуло, то мимо. Да. И мы с Серегой начали его искать. Мы нашли его в одном месте. Пока. В одном месте его нашли. И выход тут час. Ну, 40-45 минут. В одном месте. И трофей мы стояли. Вот что там, непонятно. Место до этого мы проходили. А по-моему, нулевое было. Вот он туда пришел, выходил. Может, он проходной был. Не знаю, вот там задержался. Но мы... Именно это нашли. Да. Именно все. И он потом бац, как отрубал. Потом уже ловился, как обычно, как везде. И обычно сюда. То же самое, допустим, это было утром. Да? Это было ранним утром. Рано утром. А также бывает и днем. В час дня. Вот выход в час дня. В три часа дня. В три часа дня. В три часа дня. Кто-то дома там уже сидит, там, отдыхает. А ты в час, в три часа по самой жаре, по самому самцепепу кушаешь. Обычно, да. Потому что сядка на обеде, на съезде, на отдыхе. Да. И хоть как-то помечено. В последнее время, почему-то, я не знаю, вечера ли снова. Раньше на Зурке, хорошо, да, когда сверкаемся уже. Сейчас я задерживаю. Задерживаю. Но опять же, не показательный. Потому что вот ты сегодня пролетаешь, может быть, не по тому месту проходишь. Он может... Я не верю тому, что он, допустим, перестал лечь накормить. У него есть свои биологические часы. Он здесь, может быть, находится какое-то лечение в зале. Значит, мы над этим местом. Мы нашли с ним на всей речке, как бы там пролазили по которому. Что его там перерезалось? Понятно. Там нет ничего. Или здесь? Никакой аномалии, как любят спортсмены, там ничего нет. 5 метров лево-право не берет. Правильно? Да, совершенно верно. 5 метров лево-право. Даже меньше. С одного борта ты сбросил, будет брать? Причем бровки нету. Нету бровки. Когда, допустим, мы в июне ловили с Андреем, там понятно. Я иду по береговой, прям первая береговая бровка. Вот я ловлю. Он идет прям уже устал. И галки меняются. Да нет. Лови уже. Только мы меняемся, или я, допустим, прям уже по мельяку иду. И он по этой бровке все. Мы вдвоем начинаем. Ну, я хуже начинаю, потому что я уже вылез на этот бровк. А он на террасе. Он по террасе идет. Поэтому вот все. Что такое интересное? Щука, она кинет железя. Знаете, тебе повисит. Да. Поблин, давать щуку можно и не. А сама здорово у вас? Ну, по-моему, так не приходилось. Не приходилось. Стесим Кроколи разорвать, это как-то неудачно. Не, ну, а воблеры вот сейчас, это, там, и... Нет, ну, мы видим, там, и в обзорах тоже видели. Самок, все это на троллинг. Не знаю, но и не троллим. Нет, нам нужно врезать. Без пол. А, на троллинг? На троллинг, вот сейчас сами залетают, бывают шеи. А, еще один возьмут. Пока не попадаются. Да, мы же так не пловим. А, пол, да. Вот, так, весь потеку. Ну, пустучок, два раза. Беза Рязани. Кто такой скидет? Никуда они не снято спускают или кто-то? Не пустите. Нет, там есть хорошие самые, там есть щуки хорошие, если по щуке, там, пойма как раз... Ну, по самому месту, по какой стороне ехать, по любую сторону, там вот, где камерный яр, по-моему, да? Да, да. Там как раз... У нас есть вот в группе с этих мест, у него там отец, и он туда ездит постоянно, на эти места. На хруате он назвался. Интересно помню, кто бы звал. Все зовут, а потом... Где, кто звал, куда звал? Лёва! Я уже доставки-то пометки везти, да. Вадим, не призываясь? Да, мы сейчас не полагаем, нам нужно спередируется. Обязательно. Давайте, подарки обязательно. Холёво, бывает не так часто. Да, да. И по ходовому слову можно было готово, да? Да. Отлили по 50-м. Ну что, мы на стенде Diver, и вот такая нам палочка приглянулась из серии Inline. Это две скалечные спиннинги, леска продевается внутри бланка, то есть заходит здесь, уходит сюда и продевается уже отсюда. Система довольно-таки, в принципе, замороченная, но какой плюс у этих палок? У этих палок очень зверская чуйка из-за того, что плетенка проходит сквозь бланк, передача касаемости приманки очень-очень тверская. Вот, и вот сейчас трое. Вот и такого, ладно, палочки мы ловим. То есть палочка должна быть довольно-таки жесткая, упругая. Тогда она будет передавать поклевки все вот прям замечательно в руку. Ее даже просто в руку берешь, вот чуть-чуть прям я ее теребукрую, скажем так, и она прям все мне передает звенит. Палочка, короче, отменная. Не знаю, как она будет по поводу прочности и будет ли она, допустим, перетирать здесь плетней ручку, будет ли она ездить, это надо проверять уже, наверное, на воде и тестировать. А ценник у нее 7300. 7300. Длина, правда, 270, но наверняка есть и покороче модели. 330 грамм, но визуально даже и не скажешь. Палочка очень хорошая. Сейчас мы спросим, наверное, есть ли у них короче такие пары палочек. Так, тест у них идет в Либрах. Нас будет интересовать, наверное, 2.40 с тестом 12.20. Но как она будет на ощупь, как она будет по жесткости, непонятно. Мы сейчас смотрели 2.70 с тестом 15.30. А так, в линейке у них есть, да, и 2.15, 2.10, вместо 2.10, 2.15 и 2.40. Я думаю, что у нас будет интересовать 2.70, конечно, длинновато. Для любителей, наверное, тех, кто любит палочки более легкие, более уже такие деликатные, или для не крупных приманок, или, скажем, для водоема без течения, вот эту палочку можно тоже брать. По чувствительности она довольно-таки тоже неплохая. Длина опять 2.70 представлена. Ну, чем короче палка, тем она будет жестче. То есть я думаю, что если брать спилинг покороче, возможно, будет позже, к сожалению. Не представлены короткие варианты, посмотреть не получается. Вот они. Нет, ну она уже, смотри, по-моему, совсем такая. Это уже ближе к соплям. И так, друзья, мы на сайте Шимана. Сейчас эксперт расскажет нам про палочку за 26 тысяч. Ценник, конечно, кусается, но палочка нас очень сильно заинтересовала. Расскажите нам. Здравствуйте. Меня зовут Шендин Италий. Компания Шимана в 19-м году подготовила для нас интересный сюрприз. Это спиннинг Шимана Яси. Или Есей. Была предыдущая модель. У меня лично есть два спиннинга предыдущей модели. Именно Яси мне очень нравились. Они снялись с производства. Их какое-то время их не было на рынке. И в 19-м году вышел именно вот этот спиннинг. Отличие, самое главное отличие этого спиннинга, это то, что иначе компания начала применять нано-технологии в производстве бланков этих удитов. То, что этот спиннинг красивый. Вот он такой весь симпатичный. Интересная ручка. Модная, красивая, современная. Все это хорошо. Самая главная особенность данного бланка, это именно нано. Что это такое? Это микрочастицы, которые в компоненте самого связующего бланка. Это позволяет спиннингу выдерживать экстремальные нагрузки. Все это он вроде легкий. Построю примерно похож на спинки прошлых поколений. Были Яси Red. Есть были Яси с белым, комлем и тот и другой. Они достаточно быстрые. Это не экстрафаз, не колы. Они разные модели. Есть спиннинги для ловли окуня, есть спиннинги для ловли самов, жерихов. Нас заинтересовала именно палочка для троллинга. То есть, Сереж, покажи, строим, и решим. Довольно-таки жесткое удилище и превосходно чуть-чуть. Ну, группа передает мне вообще, конечно, все. Ценника, конечно, 26. Сколько она там? 20 тысяч, да, вот это? 20 тысяч, да. 20 тысяч. Это длина палочки из 2,10, да? Расскажите по конкретному вот эту палочку. 2,30. Тест, 56, 170 грамм. Ну, наверное, изначально это все-таки нейтролинговая палочка. Это джерковая. Это джерковая, да. То есть, какие-то большие свимбейты, большие джерки. Здесь интересная форма самого курка. Именно подхват под вот такой. Видно, да? Вот он очень удобный. Соответственно, крупная рыба не вырвет из рук спиннинг. Ну, и забрасывает достаточно удобно. Именно как по два пальца. Обычно как-то вот. Ну, обычно немножко по-другому. Здесь это очень удобно. Ну, про удобство. Это, конечно, у каждого руки свои. Прочность палки, прочность данной палки, насколько... Да, она просто колоссальна. Можно посмотреть, что у нас полутора часа. Это полутора часа, да? Стенка. То есть, это как бы не тонкостенный спиннинг. Это вот именно стенка там такая суровая. И в то же время довольно-таки очень с хорошей чуйкой. Вообще, и легкий, и с хорошей чуйкой. Добиться такого результата, ну, можно только, наверное, за 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей. А фокус сколько стоит? Ну, на камеру, наверное, не стоит говорить. Ну, я не знаю. Наценки, наверное. А я, кстати, не знаю. Они еще не поступили, они должны поступить только в массу. То есть, это новинка 2019 года, да. Как он еще раз правильно называется? Яси. Мы все Яси называем. Кто-то Элисеем. Ну, если вы называете Яси. Свободным. Свободным. Переводы это, да. Короче, палка Яси. 20 тысяч рублей. Яси! Яси! Вообще, конечно, классно. Кайфово. Цена тоже классная, но палка довольно-таки реальна. А вот я... Ну, не Катана. Согласитесь. Нет. Ну, тут не то, что... Катане-то речь никакой не идет. Думаю, что она выдержит довольно-таки приличную нагрузку. Знаете, у нас... Больше всего... Где... Больше всего вызвал интерес у многих ребят вот этот спиннис. Вот этот у нас... 2.60 с тестом 120-270. Ну, это уже самая тема. Я иду в джерки. И что себя ограничивать, если можно лопатин такой... Ну, почему, я говорю, мы для троллинга выбираем? То есть мы выбираем именно джерковые палки. Почему? Потому что у джерковых палок очень хорошая чувствительность. Правильно? Троллинг. А у нас троллинг? В один спиннинг. Со спиннингом в руке. И мы ловим именно упаклёбки судака. И нам очень важен этот момент. Поэтому, когда, допустим, говоришь, у человека, допустим, у вас есть троллинговая палка, нам там тащат сразу галы какие-то там, дубины. Это не наш вариант. Наша тема... Ну, вот основные все палки у меня практически джерп. Да. То есть джерковый вариант. Вот. И вот на сегодняшний момент Шимана может представить такую замечательную джерковую палку. Мы хотели посмотреть бестмастеры, но бестмастеры, к сожалению, здесь сегодня на выставке они не представлены. Новинок не было. Да. У меня старый бестмастер. Они вообще сильно отличаются. Вот старый бестмастер, скажем, с шестилетней давности. И вот нынешний бестмастер. Жёлтый бестмастер. Самой этот вариант. Клинговый вариант. Не могу сказать. Я троллинговый. Троллинговый. Не могу сказать. В руках нового НДП. На ощупь. Нет. Я убрал в руки. Но это не для меня спиннинги. И они слишком такие. У меня больше вот. У меня около 27 спиннингов на данный момент. И вот такие вещи у меня прямо в арсенале. Лето. Это финский залив. И вот ловлю на такие. Мощные спиннинги. С лодки. Но, где троллингов не ловят. Такого класса подешевывать ничего нету, да? Ну, именно вот чтобы вот такой же строй был. Наверное. Они вот тоже, по-моему, да. Больше 100 грамм. Тест. Здесь попроще. Здесь попроще графит. Здесь вот. Это графит высокомодульный. Если сравнивать с моделями прошлого сезона. Там раньше был Аирнос. Всем известен. Как джиговые палки. У него был графит XC60. Чуйка средняя. Надежность хорошая. Все было здорово. В 2019 году сделали ресталлинговую версию. По внешнему практически очень изменилось. Изменили кольца. Кольца сейчас здесь Сиагай. Сиагай. Сама рама на любителя. Скажем так. На любителя. Тоненькие, симпатичные. Все хорошо. И они здесь увеличили модульность. Данный спиннинг уже идет с модульностью XT100. Где-то уже он приблизился. Наверное. В ТЕРКИУМАУ. Ну, этот спиннинг уже, если, допустим, нашу брать тематику. Конкретно. С троллинг. В один спиннинг. То это, наверное, уже где-то для водоемов без течения. Без течения. Или, допустим, для некрупных приманов. Ценовой вопрос. 12 часов. Ну, почти в два раза дешевле. Нет. Я лучше доплачу и вас бутыл. Я бы сказал так, да. И это будет правильное решение. Спасибо вам большое. Хорошей выставки. Хорошее настроение. Друзья, мы на Сэнди Драгон. Это польский бренд. Производит спиннинги. В России представлен не так давно, но на рынке уже значительное время. Где-то там 10 минут. Ну, вот эксперт Вадим. Он сейчас нам расскажет. Мы выбрали палочку именно для нашей тематики. Палочка эта не троллинговая. Как вы поняли, мы вообще сейчас именно показываем не совсем троллинговые палки. Это где-то джерковые палки или какие-то. Вот эта палочка какого направления? Палка. Пилки. Пилки. Сейчас палочка компании Драгон. Модель Ботмастер. Размером 2,45 с тестом до 250 грамм. 80-250 грамм. Основной функционал этой палочки это пилкеры. Морская ловля. Но нам она приклянулась именно для троллинговой ловли в один спиннинг. Почему? Потому что строить, смотрите, палочки довольно-таки, опять же, довольно-таки быстро, да? И передача в руку идет очень довольно-таки неплохая. То есть спиннинг, как мы говорим, с хорошей чулкой. Для ловли судака на поклевке нам вот именно вот такого плана палочки и нужны. Очень интересный дизайн. Ручка из Эвы и разнесена. Кольца усиленные. Кольца Фуджи. Вадим, сколько данная палочка стоит в рознице у нас в России? Данный спиннинг стоит в рознице около 7000. То есть где-то 6800-7000. Примерно так. Еще раз, значит, это польская компания, да? Да, это польский бренд. Польский бренд. Делается в Китае или в Польше? Именно вот этот спиннинг делается в Китае. В Китае, да. Есть некоторые модели, которые делаются непосредственно больше, но не больше для спиннинговой модели. Вот катушка-держатель, кстати, интересно сделан. С контрагайкой тоже, да? Мало кто так делает, но... И все. И уже точно не отрутится. Катушка-держатель, кстати, тоже в лучшем. Спасибо, Вадим. Вечер, да? Да, да, да. Серег, как нагрузка силы? Да. Прилично, да? Прилично, да? Но видишь, весь сгиб идет после уже входа. Мы нашли причину, почему, да, палочки инлайн режут руки, почему плетенка, значит, этих, ну, режет руки и, соответственно, бланк. Это у тех палок, у Шимана, у Алжанки, бланк начинает большими нагрузками уже здесь где-то гнуться. И поэтому она, плетеночка, режет ручку и, соответственно, наши руки. А здесь сейчас, как вот было видно, она гнется только за входом. За входом. Да, вот эта часть. Это морского плана спиннинг. Вот мы сейчас наткнулись. Производитель SFT или SFT там, как правильно, и модель Insider. Тест сейчас кого-то испугает вообще. 200-700 грамм. Размер 2,10. Почему нас палочка это заинтересовала, мы посмотрели вот данное видео, и мы очень сильно поразились, как вытаскивать гигантских палочек на эту палочку. Вот так вот, друзья мои. Так что, сколько стоит нам? В районе где-то 7 тысяч рублей. Светликс, да. Светликс, да. Светликс, да. Чуть более длинные палки, 2,40, там, где-то в районе, там, может быть, 2,7 тысяч рублей. Не, нас 2,10 интересует. 2,10, да, около 7 тысяч рублей. Да, есть четырехчастники. В основном они все полуторачастники. То есть, помилевая часть составляет одну вторую от верхней части. Есть четырехчастники, они делятся на 4 части по 60 тысяч рублей. А транспортный у него размер 2,10? Здесь метр, там, 37, ну, метр сорок. Метр сорок, да. Есть такие же четырехчастники, они такие же прочные? Да. Чем больше соединений, тем больше вероятность излома. Но в основном из-за проблемы не сборки просто, а тыка. Да, не до встречи, правильно. Что-то подкручивают колено нормально, какое-то ненормально, да, поэтому... Самые надежные монолиты, но они абсолютно не интересны в транспортировке. То есть, монолитные, отличие. Мы привыкли к полуторачастнику, если бы, ну да, тогда нет. Тайвань, да. Изначально просто и завод Тайвань, и сам... Самый главный офис находится на Тайване. Два завода у них, один на Тайване, другой в Китае. Конкретно где производится, я знаю, что катушки чаще производятся на Тайване, в спиннинге, но не могу сказать. Чувствую же. Толщина. Победит цветовая мост в Китае. Рmansмаг is на Cesarego D Южно. Телефис ат Froхе к Китае. Рассквises отür很 вкусная свежие. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok